Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Воспринимают трагедию в Крокус Сити Холл как личное горе. Жители продолжают возлагать цветы к мемориалу. В акции принял участие и глава Рашид Тимрезов. Больше похоже на испытательный полигон. Жители улицы Мира Республиканской столицы сетуют на плохое состояние дороги, как и когда ее отремонтируют. Как реализуется программа модернизации школьных систем образования в Карачево-Черкесии? Какие работы будут проводиться в ее рамках? Здесь можно будет не только хорошо отдохнуть, но и вкусить свежие фрукты. На медовых водопадах высажено более 600 фруктовых деревьев. Карачево-Черкесия оскорбит со всей страной. В связи с чудовищным по своей жестокости терактом, бесчеловечным актом насилия, которое унесло жизни наших соотечественников, абсолютно ни в чем не повинных людей, мирных граждан в Крокус Сити Холл, к жителям республики обратился глава Карачево-Черкесии Рашид Тимрезов. Великая Россия – одна большая крепкая семья, и произошедшая трагедия – наше общее горе. Трагедия для всего российского народа. Скорбит вся страна, весь многонациональный народ России. Глава государства сказал очень важные и мудрые слова, что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. И эти страшные дни в очередной раз доказали, что мы вместе, мы со своей страной, со своим президентом готовы поддержать друг друга, противостоять любым вызовам и пережить любые испытания. Светлая память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим. В день общенационального траура глава региона Рашид Тимрезов, член Совета Федерации Ахмад Салпагаров, председатель правительства Республики Мурат Аргунов и руководитель администрации главы правительства Карачаево-Черкесии Муратозов возложили цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших в подмосковном Крокус-Сити-Холл. Именно так наш народ отвечает этому бесчеловечному теракту. Еще большей сплоченностью и единением отметил Рашид Тимрезов. Бесчеловечно и чудовищно. Три дня люди потрясены и не могут подобрать слова от той трагедии, которая случилась в концертном зале Крокус-Сити-Холл. Все это время жители республики возлагают цветы, игрушки, зажигают свечи. Люди разных профессий коллективно приходят к мемориалу, чтобы почтить память жертв террористического акта. Поток соболезнующих не прекращается. Соболезнования и слова поддержки родственникам жертв ужасной трагедии выразили сегодня медики Лечебно-реабилитационного центра республики. Пожелали всем стойкости и выздоровления. Тяжело расприняли эту тяжелую трагедию. Словами трудно описать, что произошло. Вот на сегодняшний день, что мы должны делать? Мы должны все вместе сплотиться и быть едины. Это все проделки нацизма. Наш коллектив глубоко скорбит. И мы вместе всем умершим будет земля пухом, живым скорейшего выздоровления. Дорога, которой нет. Жители одной из улиц Черкесска, которые год не могут добиться приведения проезжей части в нормативное состояние. Они устали ремонтировать свои транспортные средства и видеть возвращающихся из школы детей грязными от пыли или дождевой воды. Люди обратились за помощью в редакцию «Вестей». Тему продолжит корреспондент Артур Мхце. Так из машины видится передвижение по улице Мира. С ее названием состояние дороги никак не вяжется. Некогда зеленый участок столицы Карачаева-Черкесии теперь больше похож на испытательный полигон. Эта дорога была очень хорошая. Улица была зеленая, чистая. До тех пор, пока не стали проводить канализацию и стройки новые вести. С этих пор начала дорога, как говорится, портиться. И вот в данный момент улица наша самая из близлежащих, улица самая грязная. А эта улица была проходная. Напротив нас садик и школа. В сухую погоду жители этой части Черкесска глотают пыль от бездорожья. Во время дождей тонут в огромных лужах. По словам горожан, далеко не каждый таксист готов брать заказ на улицу Мира. Рисковать своим авто мало кто хочет. Люди ранее неоднократно обращались в различные инстанции за помощью. И надежда на скорый ремонт появилась, когда дорожники уложили асфальт на участке улицы после железной дороги. Но не тут-то было. Вся улица подписывали, отправляли. Сказали, что по проекту улица Мира заасфальтирована. После этого в 22-м году мы опять жалобу дали в электронном виде. И они сказали, ну мы посмотрим, может быть решим до 25-го года. Что-то такое. Но конкретно ничего. Да даже не улица. Вы посмотрите, тротуаров-то нет. Горожане обратились в редакцию «Вестей» и региональный народный фронт. Общественники отметили небезразличное отношение людей к тому, что их окружает. Оценили попытки изменить ситуацию в лучшую сторону. Естественно, мы видим, что проблема действительно есть. Она существует, она реальная. Подтверждаем этот факт и берем на контроль данный вопрос. Я думаю, что с тем ответом, который в прошлом году мэрия вам давала, что в рамках нацпроекта, который действует до 25-го года, в проект вы попали. Это уже положительный эффект, положительный ответ. Но сейчас мы будем выяснять, на какой именно год, на когда. И постараемся сделать возможное, чтобы в более короткие сроки этот ремонт на эту улицу пришел. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства нам рассказали о перспективах преображения данного участка. Оставшийся участок по улице Мира, по которому обращались жители, проживающие на данной улице, у нас запланированы в этом году работы по профилированию, выравниванию дорожного покрытия этой улицы. В этом году будет также рассмотрен вопрос о включении данного участка улицы Мира в федеральную программу безопасной и качественной автомобильной дороги на 2025 год. К слову, в данном микрорайоне это единственная совершенно не отремонтированная улица. На всех остальных, как минимум, уложено асфальтовое покрытие. Кое-где даже есть тротуары. Ну а людям остается надеяться, что планы по ремонту их участка пойдут в работу как можно скорее. Артур Мухцей, Мухаммед Ашабоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о встрече главы республики с руководителем регионального МЧС и о предстоящей в республике модернизации школьного образования. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью небольшие, днём умеренные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём будут порывы до 12-14. А в горах порывы до 22. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 8 градусов мороза. Днём до 13. Тепла и местами плюс 1-6. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днём будут порывы до 12-14. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днём 9-11 градусов тепла. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов встретился с начальником главного управления МЧС России по Карачево-Черкесии Александром Галакаленко. Обсудили вопросы, поднятые на встрече с главой МЧС России Александром Куренковым. Рабочая встреча с которым прошла в Москве. Александр Фёдорович доложил о готовности территориального органа к реагированию на сезонные риски. В том числе и обеспечению безаварийного пропуска весенних паводков. А также к пожароопасному весенне-летнему сезону 2024 года. Также рассмотрели вопрос обеспечения безопасности туристов и гостей, прибывающих на наши всесезонные курорты Дамбай-Тибер-Дархыс, которые также востребованы в весенне-летний период. Отдельно затронули тему социальной поддержки сотрудников МЧС России в Карачево-Черкесии и спасателей-добровольцев. Рашид Тимарезов поручил держать данный вопрос на особом контроле и поблагодарил сотрудников Министерства за профессиональную работу и качественное решение поставленных задач. До конца 2025 года будет отремонтировано 60 школ. В Черкесске состоялось совещание по вопросу реализации программы модернизации системы школьного образования в Карачево-Черкесской республике «Итоги и пути совершенствования» под председательством Регионального министерства образования. Раскроет тему Альбина Ламкова. Я обращаю внимание руководителей образовательных организаций. Мы должны от наших подрядчиков требовать и ставить задачу, чтобы визуально фасад был изменён. Он должен быть цветной, красивый, современный. Движение «Вперёд» стало основной целью каждой современной образовательной организации. Министр представила на совещании презентацию, в которой детально обозначено, какой должна быть школа в новых реалиях. Здесь примеры не только нашей республики, но и Московской области. Продолжаем общаться в группе по капитальному ремонту. Эта презентация сегодня после совещания будет размещена. На совещании работали не только участники программы модернизации школьных систем образования, но и те, кому только предстоит войти в проект, для того, чтобы учесть замечания и принять предложения в усовершенствовании работы. Опыт – важный аргумент в таких делах. Хочу отметить, что до конца 2025 года у нас будет отремонтировано 60 общеобразовательных организаций, а сама программа продлится до 2030 года. Необходимое условие, чтобы попасть в данную программу – это наличие статистического отчёта, где в графе школа указывает, что она нуждается в капитальном ремонте. Тогда и только тогда она попадает в данную программу. Программа модернизации школьных систем образования не ограничивается только ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ, в том числе закупку качественного оборудования. Обновляется учебный фонд. Все педагоги, начиная от руководителя, проходят повышение квалификации, так как действительно современная и комфортная образовательная среда для подрастающего поколения – это слаженная работа профильных структур и ведомств, отметила Инна Кравченко. Отдельное внимание уделяется вопросам антитеррористической защищённости объектов. Вообще антитеррор – это сегодня приоритетная задача, которая стоит в системе образования. И пристальное внимание мы будем уделять этим вопросам и обсуждать. После обсуждения ключевых моментов совещания состоялась церемония награждения. От Министерства образования и науки республики вручили благодарственные письма тем, кто проявил себя с лучшей стороны в реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Это не только педагоги, но и представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики и подрядчики. Те, кто показал хорошие результаты в процессе работы. Грамотами отметила лучших и региональное отделение партии «Единая Россия». Еще в этот день для тех руководителей организаций, которые только ходят в этот проект, провели экскурсию в шестой школе, которая открылась после капитального ремонта. Здесь можно увидеть красивое здание, где ничего не надо переделывать и быть довольным абсолютно всем и по форме, и по содержанию. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, 200 Корчаева, Черкесия. В Карачево-Черкесии появился фруктовый сад «Навигаторы детства». На территории туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады» высажено более 600 саженцев фруктовых деревьев. Акция была приурочена к Международному дню земли. С инициативой посадки сада выступил региональный координатор проекта «Навигаторе детства» Людмила Барлакова. В акции участвовало около 100 человек. Это координаторы проекта, советники директоров по воспитанию, волонтеры. Это было реальной мечтой. Мы обратились, ну я как региональный координатор, обратилась в несколько центров. Ответ последовал от руководителя «Медовых водопадов». Он предложил нам территорию и привезли саженцы. Мы посадили более 600 саженцев. Это вишня, черешня, абрикосы и персики. Более 100 советников приехало для того, чтобы реализовать нашу мечту. То есть прямо у въезда на «Медовые водопады» с левой стороны у нас сад навигаторов детства. И, наверное, так как дерево символизирует процветание, долгосрочность, там на века сажали люди деревья. Я очень надеюсь, что наш сад навигаторов детства, это вот будет тоже символизировать долгосрочность нашего проекта на территории нашей республики и страны в целом, и процветание. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Воснецова». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»